Ну, мы работаем. Вообще-то. Ты меня снимаешь? Привет, мои хорошие! Добро пожаловать к нам на чердак. Я Олива Чернова. И я держу телефон в руках, потому что я пишу на него звук. Это как бы мой микрофон. Это видео получилось невероятно просто капец какое насыщенное разными переделками, доделками, DIY. Потому что мы переделывали кухню для моей мамы. А так как она живет в другом городе, и ее город значительно меньше, чем наш, и там нет такого большого выбора строймаркетов, как у нас, нам пришлось кое-какие материалы купить здесь. Ну как кое-какие? Почти все. И забить багажник машины просто до упора. И не только багажник. В общем, мы сами еле поместились в машину, собрались и выдвинулись к ней. И у нас на эту переделку есть всего неделя, 10 тысяч гривен. И как бы, собственно, мы сами. И в этой переделке мы будем перекрашивать фасады, красить плитку, пластиковый потолок мы тоже будем красить, шпатлевать стены. И еще куча просто разных всех прикольных штук. А получилось у нас или нет? Успели ли мы за неделю? Вложились ли мы в наш бюджет? Смотрите в этом видео. Погнали! А вот и наша кухня. Она и сейчас симпатично выглядит, но уже давненько требует ремонта. И я ее буду переделывать с огромной любовью, потому что у меня с ней связано множество теплых воспоминаний о посиделках с подругами в подростковом возрасте. Ой, я очень люблю эту кухню. Эту барную стойку мы разберем, выбросим и забудем, как страшный сон. А эти стулья здесь останутся. Ну, точнее, их каркас. А все остальное мы в них заменим. И про это будет отдельное видео. Вся техника в прекрасном рабочем состоянии и выглядит достаточно стильно, поэтому она здесь тоже остается. Собственно, как и столешница. А все остальное давайте уже скорее переделаем. Ну и, как я уже сказала, конечно же, мы начинаем с разбора старой барной стойки, если ее так можно назвать. Переходим к зачищанию стен от остатков старых обоев. Мама уже начала тут сама что-то обдирать, и мы, конечно же, пришли ей на помощь. Я думаю, здесь много ума не надо. Просто мочите стены и шкрябайте, пока стена не станет голенькая. У нас произошел вот такой вот неприятный момент. Вывалился кусок стены. Мы его потом хорошенечко загрунтуем и зашпатлюем вместе с остальными стенами. Эти старые плинтусы, конечно же, мы будем менять. А значит, от этих нужно избавиться. Все покрасочные работы начинаем сверху, а значит, с потолка. Он у нас пластиковый, старенький. И я буду красить его вот такой вот краской на меловой основе фирмы Dufo. Это очень-очень-очень бюджетная краска. Для плотного белого цвета мне понадобится три слоя. И в целях экономии бюджета я покрываю двумя слоями вот этой вот меловой краской, а третьим финишным слоем я покрываю уже акриловой краской на водной основе этой же фирмы. И еще мы наклеили вот такой вот пенопластовый кружочек в классическом стиле. Мы его тоже покрасим. Так, ну что, праздник тот же день второй. Какой мой рабочий фончик. Лухери, не то слово. И я, как обычно, в рабочей одежде, потому что, ну, мы работаем. Ну, вообще-то. Так вот, мы уже вчера ободрали все обои, и, ну, вы об этом знаете. И сегодня я хочу пошпатлевать стены, но не выравнивать стены, а сделать декоративную шпатлевку. Типа караед. Но сделать ее не с помощью декоративной шпатлевки, потому что, ну, она, там, капец дорогая, какая-то все сложная, а с помощью обыкновенной шпатлевки. Посмотрела пару видосов на ютубе, и хочу вам об этом рассказать. Но перед тем, как шпатлевать стены, их, конечно же, нужно хорошенечко обеспылить. Я это сделала веником с обыкновенной водой. И прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Я накатываю грунтовку на стену валиком снизу вверх, одним движением. Снизу вверх. Так грунтовка не разбрызгивается во все стороны и хорошо ложится на стены. Если образуется подтек, просто его разотрите. А так как это все-таки кухня, и без обеденного стола она остаться не может, мы его тоже решили сделать сами. Из вот такого вот мебельного щита, из сосны, размером метр на метр и толщиной 4 сантиметра. Его мы, кстати, тоже привезли с собой. Размечаем окружность с помощью нитки и карандаша. И выпиливаем по намеченной линии. И для красивого аккуратного края мы его фрезеруем. Но если у вас нет фрезера, не отфрезерованный край будет тоже выглядеть очень красиво. Главное, хорошенечко зашлифуйте. И эту столешницу нужно хорошенечко зашлифовать. Я это делаю с помощью наждачки 150-180 и перехожу на трехсотку. Все отфрезерованные края я шлифую вручную. Предварительно хорошенько обеспылив и обезжирив поверхность столешницы, я ее покрываю морилкой на водной основе. Мои любимые. С двух сторон. Нижний слой я покрываю в два слоя, а верхний покрываю в три слоя для плотного темного цвета. С промежуточной шлифовкой между слоями, потому что у дерева поднимется ворс. Оно станет шершавенькое на ощупь, а нам от этого нужно избавиться. После полного высыхания морилки я столешницу снова обезжириваю и покрываю лаком, террасным лаком фирмы Тикурила. В три слоя. Да, я знаю, что лак нужно наносить с помощью аэрографа или пульверизатора, но у нас нет такой возможности, и поэтому я покрываю его кисточкой толстым слоем, чтобы не было следов от кисти. Каждый слой должен просохнуть минимум 12 часов, а последний слой должен просохнуть минимум сутки. И в течение месяца этот лак будет набирать всю свою мощность, как супергерой. А вечер второго дня мы провели в ветеринарной клинике. Не переживайте, с малышами все хорошо. Это был плановый осмотр и чистка зубов. Ну а так как второй день был просто очень насыщенным, и мы не успели зашпатлевать стены во второй день, мы начали с этого свой третий день. Мы разводим финишную шпатлевку до состояния вот такой вот сметанки. Берем пакет с пакетами. Неужели он хоть куда-то пригодится? Я думаю, у каждого такой есть. Берем пакет небольшого размера, в него напихиваем еще несколько других пакетов. Вот так вот его жмякаем, сворачиваем, делаем ему ручку, и Дима говорит, что это называется макловица. Работка нас ждет очень грязная, поэтому предварительно застелите все пленкой и наденьте перчатки. Макаем нашу макловицу в шпатлевку, и вот так вот шлепаем по стенам. Шлепаем, шлепаем, шлепаем до появления вот таких вот пиков точеных. Ждем 5-7 минут, пока шпатлевка схватится, но не успеет высохнуть. И очень мокрым шпателем, у которого нужно предварительно загнуть острый край, разглаживаем вот эти вот острые пики и регулярно мочим шпатель. И снова разглаживаем в разные стороны. Если вдруг вы проводите шпателем, а шпатлевка снимается толстым слоем, то не волнуйтесь и повторите всю эту ситуацию с макловицей, как говорит Дима. Снова подождите высыхание и повторите процедуру. Смотрите, какой прикольный эффект получается. Наконец-то готов потолок и можно вешать люстру. Пришло время разбирать кухню и переходить к шлифовке фасадов. Все плоскости фасадов я шлифовала шлифмашинкой, наждачкой фракции 150-180. А все углубления, филенки, да, не очень нам повезло с кухней, пришлось шлифовать вручную. Очень-очень долго. А еще, как оказалось, в подъезде очень удобно шлифовать. Конечно же, после нашей шлифовки мы убрали в подъезде. У одного шкафчика со стеклянными дверцами были золотые детали, которые, к нашему счастью, очень легко отклеивались. Но вот эту золотую розочку нужно удалить. Я это делаю с помощью антисиликона, ну или растворителя, и наждачки очень-очень мелкой фракции. Размачиваю антисиликоном этот золотой узор и потихонечку начинаю вытирать его наждачкой. После этого остался небольшой след, но его практически не видно. Перед шпатлевкой и перед покраской фасады нужно хорошенько обеспылить и обезжирить. Я это делаю при помощи спирта. И начинаю зашпатлевывать отверстия от старых ручек, потому что они у нас будут новые, а значит эти нам больше не подходят. Очень удобно на обратной стороне дверцы наклеивать скотч. Так сразу понятно, до какого места нужно заталкивать шпатлевку в отверстие. Лишнее вытираю мокрой тряпкой, потому что чем больше я сейчас вытру мокрой тряпкой, тем меньше завтра придется шлифовать. Утро четвертого дня началось с похода на рынок. Нам нужно было докупить кое-каких материалов. Наша шпатлевка уже хорошо высохла, а значит настало время красить стены. Для плотного цвета нам понадобится два слоя краски. И пока сохнет первый слой краски, на стенах, давайте наконец-то займемся покраской фасадов. А то сколько уже можно ждать. Я буду красить фасады вот такой вот краской для мебели фирмы Дуфа. Я красила такой краской свой серый комод, белый шкаф и кучу еще всего другого. И эта краска себя полностью зарекомендовала, я не очень довольна. Я начну прокрашивать дверцы с углублений, с филенок при помощи кисти. Затем прохожусь по этому месту кухонной губкой, а плоскости прокрашиваю валиком. Так краска будет ложиться ровным слоем и выглядеть как будто покрашена где-то на заводе. Для плотного цвета мне понадобится три слоя краски. И я не грунтую эти фасады, потому что в составе этой краски уже есть грунтовка. Утро пятого дня началось с дождя. Ну, наконец-то будет не так жарко, а то эта духота невыносимая. Вот как фасады выглядят после одного слоя краски. И я продолжаю свою работу. Прокрашиваю углубление кистью, потом прокрашиваю губкой и плоскости прокрашиваю валиком. Все по старой схеме. В этот старенький кухонный фартук я хочу вдохнуть новую жизнь. И мне кажется, ничего не подойдет лучше, чем белая краска. Но перед этим нам нужно его загрунтовать. Труднодоступные места я прокрашиваю кистью, а все остальное валиком. Производитель утверждает, что этот грунт высыхает 12 часов, но поверхность была уже абсолютно сухая через полчаса. Я подождала еще полчасика и прогрунтовала вторым слоем. Да, кстати, все ящики на кухне, точнее их видимые части, я тоже покрасила в три слоя, предварительно хорошенько зашлифовав и обезжирив. И пока сохнет наша грунтовка, давайте продолжим работу со стенами. Я хочу сделать их перламутровыми, и для этого мне понадобится вот такая вот декоративная акриловая краска. Она в виде пасты, и я развожу ее с водичкой, чтобы она была жиже, и мне было проще с ней работать. Жиже, понятное слово? Я думаю, да. Очень удобно наносить этот перламутр обыкновенной кухонной губкой, втирая легкими движениями. Так перламутр в некоторых местах проникает в углубление, а в некоторых нет, и это дает очень прикольный эффект. Лично для меня такой перламутр на стенах не совсем по моему вкусу, но это же кухня для мамы. Грунтовка на плитке высохла, и значит, ее можно красить. Вот такой вот краской для ванной и кухни. Да, я понимаю, что не видно, что я что-то крашу белым по белому, но поверьте на слово. Для надежности я покрываю три слоя. Утро шестого дня началось не с кофе, а с дикого адского ада, потому что мы пытались найти хоть какую-то типографию в маленьком городке, чтобы напечатать постеры размером 40 на 60. И мы искали это по дикой жаре. Я чуть не умерла. Кстати, о постерах. И еще дома я сделала для них рамки. Такие же, как мы делали себе в спальню. С мореными фронтальными частями и с золотыми торцами. Это, кстати, та же морилка, которой мы покрывали стол, а значит цвет дерева будет сочетаться. Ой, неужели видится финишная прямая? И на месте старых полок над обеденной зоной Дима вешает по бокам от шкафчика два бра. Я бы на самом деле повесила бы немного другого дизайна, но, повторюсь, это же кухня для мамы. Ты меня снимаешь? Повесили вот такой вот красивенький золотой карнизик и к нему в комплект купили два вот таких вот золотых крючка, за которые будут заводиться наши занавески. Нам их нужно повесить вот сюда. Прикручиваем новый плинтус и возвращаем назад фасады нашей кухни. Да, кстати, у нее новые золотые ручки. Я заказывала их на Алиэкспресс. Ссылку я оставлю в описании. Вот такие вот красивые черные чугунные ноги мы купили нашему будущему обеденному столу на OLX. Это что-то типа Авито. Я ссылку оставлю в описании. Двумя деревянными детальками мы донарастили высоты нашему обеденному столу. Теперь он 85 сантиметров. Я сделала 20 вот таких подмилашных кисточек и пришила их к нашим занавескам. Ох, и намучились же мы с этим потолочным плинтусом, но все-таки мы его победили. Нарезаем лавандой у мамы на клумбе. Последние штрихи и все готово! Продолжение следует... А перед тем, как вы увидите готовый результат, давайте подведем немного итогов. Теперь вот я смотрю на видео на наше и понимаю передачу «Квартирный вопрос». У них так все там идеальненько, все так красивенько, чистенько на видео, но вы же понимаете, что это не так. И даже у нас это было не так, естественно. Потому что любой ремонт, любой вообще человек, кто сталкивался с ремонтом, понимает, какой это на самом деле срач. Всегда. Везде. И не только в той комнате, в которой происходит ремонт. Конечно же, конечно же, между каждым этапом очень много времени занимала именно уборка. Первую половину, первого дня мы тоже вымывали кухню, потому что все поверхности должны быть идеально чистыми, обеспыленными, обезжиренными и все тому подобное. Конечно же, очень много чего осталось за кадром. Например, то, что Дима в последнюю ночь, в 4 или в 5 утра уже вешал ролеты, потому что это солнечная сторона, и там без них никак. То, что мы полностью заменили все розетки и выключатели. Димка поменял кран на новый. Мы полностью заменили всю систему гофра, труб, у газовой колонки и у вытяжки. Мы починили вытяжку. И куча-куча еще таких мелочей, которые даже не замечаешь, но которые очень отнимают очень много сил. Это правда было сложно. Но я так нами горжусь, мы такие молодцы, мы справились вообще. Ты рад? Да. Класс. А как рада моя мама. О, вообще, вы все не представляете. Мам, привет. Как тебе кухня? И что я хочу вам сказать, что сделать ремонт практически капитальный за неделю реально. Если работать часов 19 сутки и практически не спать и не есть. Это реально. И то, что касается бюджета, мы его превысили. И, наверное, где-то раза в два мы конкретно не считали, но примерно на вскидку, да, раза в два. Потому что такие мелочи, как саморезы, клей и все тому подобное, отнимают очень значительную часть бюджета. А перед тем, как вы увидите готовый результат, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео, пересматривайте все наши предыдущие ролики и если вам нравится это видео, рекомендуйте его своим знакомым. Нам это будет очень приятно, а для них очень полезно. Всем до встречи на чердаке и пока. И скорее-скорее смотрите готовый результат. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок